И теперь о событиях дня. Подробнее. Въезд на территорию нацпарка и заповедника на побережье Байкала закрыли из-за пожаров. Критическая ситуация с каждым днём только осложняется. Регион не справляется своими силами на подмогу прибыли военные самолёты. Все последние новости по этой теме у Лады Рыбаковой. Ещё несколько секунд и 10 тонн воды рухнут в очаг пожара. Момент нельзя упустить. И вот он настал. Самолёт-амфибия Бе-200 сегодня садился на водную гладь Байкала в 8 раз. Работу пришлось остановить после полудня. Дым над сопками Ольхона и побережье Малого моря закрыл пламя. Сбрасывать воду в никуда. Всё равно, что выбрасывать деньги на ветер. Дальнейшая работа уже была чревата безопасностью полётов, так как видимость ухудшалась. Ветер сгоры. Сами видели это всё прекрасно. Поэтому приняли решение дальнейшую работу сегодня не производить, пока не улучшатся условия по видимости. Видимость сибирских пожаров вблизи Байкала такая, что фотографии публикуют на ресурсах НАСА. Кадры тушения показывают даже в европейских новостях. А профессионалы не стесняются признать. Борьба идёт неравная. Засуха и сильные ветра не дают нам ликвидировать эти пожары. Нынче очень засушливое лето. Наверное, за многие годы такого не было. Такой засухи. Дождей, уже хороших дождей, которые бы прошли по югу области, уже около двух месяцев нет. Подмогу область ищет в соседних регионах. Технику на этой неделе присылают почти ежедневно. Сегодня мы встречаем ещё один Б-200, который идёт. Также правительство Иркутской области обращалось к Министерству обороны. Было выделено для тушения лесных пожаров два самолёта Л-76, которые работают из Ланудэ. И также работают у нас два вертолёта Ми-8 МТВ Министерства внутренних дел. Дела плохи. На воде пена из сажи. Фотографиями и наблюдениями с берегов Байкала туристы делятся в соцсетях. Мало кто верит, что плотный смог рассеется завтра. Однако планы не меняют. Владельцы различных гостиниц, таксисты, маршрутчики сообщают о том, что поток желающих отдохнуть на Ольхоне не уменьшился. Все номера заняты, маршрутки ходят регулярные и фактически полные. Очереди на паромы сохраняются. И можно сказать, что пожары никаким образом не повлияли на желание туристов отдохнуть на острове Ольхон. Желания могут отбить штрафами. Администрация Прибайкальского нацпарка уже наказывает нерадивых граждан за разведение огня на полторы тысячи рублей. За нахождение в запретной зоне – 3-4 тысячи рублей за человека. Мы ограничили выдачу разрешения на посещение Прибайкальского национального парка, это где находится бухта Песчаная, также Байкалоленского заповедника, лесной зоны Ольхона и Ангуренского лесничества. То есть на этих местах, на въезде в лесничество, дежурят госинспекторы. Им в помощь направлена оперативная группа. Сроки действия запретов пока неизвестны, как и сроки ликвидации огня. Из-за дымки жителям Иркутска Роспотребнадзора и МЧС советуют не открывать окна. В Забайкалье ГИБДД призывает водителей воздержаться от поезда к ночью. Дымовая осада из-за низкого давления может продержаться еще как минимум сутки. Лада Рыбакова, Андрей Назаров, Новости по будням.